По которым можно рассчитать поле страхования жизни. Это классическая первая формула американская. 10% от годового дохода американцы обычно вкладывают в страхование жизни. Причем ДМС это отдельная статья расходов. Речь идет именно о страховании жизни и о страховании здоровья в лайфовой страховой компании на случай диагностирования критических заболеваний, на случай таких серьезных критических рисков, которые существуют в жизни каждого человека. Я думаю, что это только в США. Такая формула распространена в любой цивилизованной развитой стране. Принято 10% от годового дохода вкладывают в страхование жизни. Финансовая подушка безопасности рассчитанная на 3, 5, либо 10 лет. Я сейчас вам продемонстрирую на конкретном примере, каким образом можно по этой второй формуле рассчитать стоимость страхования жизни человека. Ну, предположим, давайте на конкретной семье. Есть у нас семья среднестатистическая, муж, жена, у них двое маленьких детей, двое родителей пенсионеров, которые получают минимальную пенсию. И в этой семье единственный кормилец Андрей, мужчина-бизнесмен, которому 35 лет. И он единственный в этой семье зарабатывает деньги, жена занимается маленькими детьми, дети несовершеннолетние, и родители пенсионеры живут на пенсию минимальную 2000 плюс-минус гривен. Сколько нужно денег в семье, данной конкретной семье, в месяц, в которой единственный кормилец, единственный человек, который работает и зарабатывает деньги. И от его способности работать и зарабатывать деньги зависит, собственно говоря, качество жизни этой семьи и будущее этой семьи. Ну, предположим, в среднем 50 тысяч гривен данной семье нужно в месяц для того, чтобы закрыть все вопросы. Для того, чтобы, например, погасить все кредиты, оплатить коммуналку, содержать машины, обучение в школе, в детском саду, какие-то кружки, семейный отдых, масса других, естественно, питания, одежда и так далее и тому подобное. То есть, скорее всего, Андрей зарабатывает гораздо большее количество денег, но для того, чтобы закрыть все вопросы в семье и чтобы семья комфортно себя чувствовала, все члены семьи, им нужно 50 тысяч гривен в месяц. 50 тысяч гривен умножаем на 12 месяцев. Таким образом, данной конкретной семье необходимо 600 тысяч гривен в год для того, чтобы чувствовать себя комфортно. То есть, финансовая подушка безопасности годовая составляет 600 тысяч гривен. Если мы умножим 600 тысяч гривен в годовую финансовую подушку безопасности на 10 лет, это формула, которую обычно используют американские страховые компании, финансовые консультанты, которые работают в лайфовых страховых компаниях американских, и получается цифра 6 миллионов гривен в год. Почему американцы делают расчет на 10 лет? У них принято считать, что если человек имеет семью, он подарил жизнь своим детям, то это его ответственность, будущее его детей, это его ответственность. И если, не дай бог, с ним что-то произойдет, вдруг самое страшное, его не станет, либо он утратит способность зарабатывать деньги, то есть станет инвалидом по болезни, либо в результате несчастного случая, что будет с его детьми? Это его личная ответственность, и поэтому поле страхования жизни рассчитывается у американцев именно по этой формуле. То есть ему нужно вот такую сумму, на такую сумму его жизнь должна быть застрахована в пользу жены, в пользу детей и в пользу, возможно, родителей. Обычно наши коллеги восточноевропейские, это поляки, чехи, словаки, венгры, они делают расчет на финансовые подушки безопасности на 5 лет, ну такая традиция в Восточной Европе. В Украине обычно мы расчет делаем на 3 года, потому что если мы будем, когда мы делаем нашим клиентам расчеты на 10 лет, то они падают в обморок, теряют сознание и так далее. Почему, с чем это связано? Потому что зачастую вот эти 50 тысяч гривен, которые нужны этой конкретной семье для того, чтобы чувствовать себя комфортно в любой ситуации, это все деньги, которые есть в семье. То есть люди живут за счет коротких денег, абсолютно большинство людей в Украине живут за счет коротких денег. То есть у них нет такого понятия, как специальные деньги, средние деньги, то есть нет депозитов в банке, нет никакой кубышки, либо кубышка какая-то минимальная на 500 гривен, например, на 1000 гривен и так далее. То есть это те деньги, которые не решают никакие глобальные вопросы, никакие задачи. Так вот, я сейчас вам продемонстрирую на конкретном примере, на конкретном кейсе, каким образом выглядит полис страхования жизни, расчет полиса страхования жизни для конкретного человека, для Андрея. Первый вариант 1 800 гривен, то есть на трехлетнюю, на три года я увеличиваю годовую финансовую подружку безопасности, и тогда Андрею необходимо застраховать свою жизнь на 1 800 000 гривен. Давайте рассмотрим этот вариант. Итак, покрытие, гарантированная страховая сумма 1 800 000, вот вы видите в этом расчете, да, мужчине 35 лет, его зовут Андрей, годовой платеж в данной конкретной ситуации составляет 84 000 гривны, договор действует 30 лет до 65 лет, вот его гарантированная страховая сумма 1 800 000, то есть на эту сумму жизнь Андрея застрахована с первого дня, с того момента, когда Андрей получает смс-уведомление на свой телефон о том, что его полис выпущен, его жизнь застрахована, и он находится под защитой медлайфа, и его семья тоже находится, условно говоря, под зонтиком. То есть вот этот самый главный риск, смерть по любой причине, по болезни, то есть человек может заснуть и не проснуться, заболеть, например, и тоже уйти из жизни, тогда выгодоприобретатель Андрея получит 1 800 000 гривен, то есть он внесет 84 000 гривен, первый платеж, в первый же год с ним произошло самое страшное, семья получила 1 800 000, и на эти деньги семья может жить какое-то количество времени, ну там 3 года, например, может быть и большее количество лет, потому что самому Андрея нет, и как бы затрат на Андрея уже никаких нет в семье, например, да, поэтому этих денег может хватить на большее количество времени. Смерть в результате несчастного случая, это следующий риск, который покрывается данной программой, и сумму компания выплачивает удвоенную, а на самом деле клиент может ее и утроить, в каждом конкретном случае сам клиент принимает решение, нужна ему эта опция, либо не нужна. Ну, как правило, по несчастному случаю клиенты выбирают двойную выплату, 3 600 000 гривен. Если это происходит с клиентом, самое страшное, смерть по любой причине, либо в результате несчастного случая не в первый год, а на пятый, например, либо на десятый год, то компания, кроме гарантированной страховой суммы, выплачивает клиенту еще и два вида доходов, которые успела сформировать на момент наступления страхового события. Я чуть позже покажу вам выплату по данному риску, и вы четко поймете, о чем идет речь. Еще есть одна опция в Медлайфе, смерть застрахованной особы и второго супруга, либо супруги одновременно в результате одного несчастного случая. Это может быть страховое событие, которое произошло одномоментно, в самолете, в одном машине, в поезде, например. То есть одновременно два супруга погибли, и даже если второй супруг не был нашим клиентом, то Медлайф заплатит на 500 тысяч гривен больше по риску смерти в результате несчастного случая. Не 3 600, а 4 миллиона 100. Это тоже очень важно понимать. Вот есть такая возможность в Медлайфе. Эта опция не стоит нашим клиентам ни копейки денег, просто в Медлайфе есть такая возможность. Не так часто это происходит. Но такую дополнительную выплату Медлайф может позволить себе осуществить нашим клиентам. Утрата трудоспособности в результате несчастного случая частичная, полная, временная, либо постоянная. В процентном соотношении компания выплачивает от 0,5% до 100% от суммы 1,8 млн грн. Достаточно приличная сумма. Очень важная опция в случае постоянной, полной утраты трудоспособности нашим клиентам. То есть когда он утратил способность зарабатывать деньги. Он жив, но он растение. Он лежит, он не может работать. У него либо голова не работает, либо руки, ноги. Тогда компания его освобождает от оплаты страховых премий. Это очень важная опция. И я чуть позже на конкретном слайде вам продемонстрирую, о чем, собственно говоря, идет речь. И все, что связано с несчастными случаями. Переломы, ожоги, телесные повреждения, разрыв менистка, сотрясение мозга и так далее. Масса всего, что может произойти в результате несчастного случая. В процентном соотношении по разным программам компания выплачивает разные суммы. Диагностирование одного из семи критических заболеваний. Я включила в этот договор миллион гривен покрытия. Госпитализация по любой причине 500 гривен в сутки. Хирургия 50 тысяч гривен. Восстановление. То есть в принципе все риски, которые в медлайфе есть, эта программа покрывает. И Андрей платит за эту программу 84 тысячи гривен в год. И у него застрахована жизнь, застраховано его здоровье. И он еще получит деньги по окончании срока действия договора. Какие деньги получит Андрей по окончании срока действия договора? Если он будет платить 84 тысячи гривны в год, не индексировать эти платежи, то примерно 6,5 миллионов по самым скромным подсчетам наш клиент Андрей получит через 30 лет. По достижении 65-летнего возраста. Если наш клиент Андрей будет оплачивать индексированные платежи, что такое индексированные платежи? Каждый год накануне платежа, годовщины, наш клиент получает на электронную почту две квитанции. В одной квитанции платеж прошлогодний, а во второй квитанции с учетом инфляции за предыдущий год. То есть индексированный платеж примерно на 10-11% платеж больше, чем в прошлом году. И наш клиент принимает решение, он соглашается на индексированный платеж, либо платит по прошлогодней квитанции. Если наш клиент соглашается и оплачивает всегда, когда компания ему предлагает индексированные платежи, и он на это соглашается, тогда в два раза больше накопится у него денег через 30 лет. Это выгодно делать всегда. Я своим клиентам всегда об этом говорю. Они могут не помнить, зачем нужно индексировать платежи, зачем их, точнее, оплачивать индексированные платежи. Они просто помнят о том, что Светлана Куницына сказала, что нужно это делать. Так, 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 так. Смотрю просто, что мне тут написали в чате. Хорошо, улыбаюсь. Итак, первый вариант я вам предложила. Теперь давайте я предложу вам второй вариант. Ну, потому что 84 тысячи годового платежа Андрея может испугать, например. Я уже говорила вам о том, что очень часто вот эти 50 тысяч гривен, которые нужны семье, данной конкретной семье, это все деньги, которые есть в семье, и нет никакой заначки. И поэтому, несмотря на то, что нужно закрыть эту потребность в семье, этих денег физически выкроить в семейном бюджете не всегда есть возможность такая. Поэтому я вам предлагаю второй вариант расчета с гарантированной страховой суммой. 600 тысяч гривен. То есть это финансовая подушка безопасности, рассчитанная на один год. Но это лучше, чем ничего в конечном итоге. И соотношение в данной программе между накоплениями и рисками, помните, я говорила о соотношении между накоплениями и рисками, оно бывает разное. А в данной ситуации достаточно 70 на 30 процентов. И гарантированная страховая сумма 600 тысяч гривен. Все риски те же самые, кроме глобальных рисков. Я вам не буду сейчас повторяться, все то же самое. Единственное, что в случае смерти получают выгоды приобретателей 600 тысяч гривен. Смерть у результатов несчастного случая 1 миллион 200. Если одновременно со вторым супругом 1 миллион 700. А все остальное то же самое. Ну, практически по остальным рискам. То есть вот таким образом выглядит программа. И что в данном втором варианте наш клиент получит по окончании срока действия договора, если он доживет. 9 человек из 10 клиентов лайфов и страховых компаний доживают. И только с одним из 10 что-то происходит, он не доживает. И в такой ситуации деньги не пропадают. Как, например, в государственном пенсионном фонде Украины, когда человек платит всю жизнь налоги, а потом уходит из жизни, либо не дожив до пенсии, либо сразу после пенсии, то эти деньги семье не возвращаются никаким образом. Они остаются в пенсионном фонде. Точнее, их там уже нет. Потому что как только в пенсионный фон деньги поступают, они сразу же начисляются в виде пенсии сегодняшним действующим пенсионерам. Наши программы предполагают возврат денег в любом случае в семью. Либо сам клиент эти деньги получает, либо его семья. Вот здесь такие же цифры. Я не буду сейчас повторяться. Я думаю, что вам все понятно. Если вдруг вам кому-то что-то непонятно, вы, пожалуйста, пишите в чате, либо запоминайте вопросы. И на сессии «Вопросы-ответы» я буду на них отвечать в конце презентации. Итак, в предыдущем слайде еще раз. Помните, я вам показывала в предыдущем расчете и в крайнем расчете программа, которая называется «Постоянная полная нетрудоспособность страховальника по любой причине. Освобождение от оплаты страховых премий». О чем эта опция? Это уникальная опция, которая есть только в лайфовых страховых компаниях. И, например, такой опции не существует в государственных пенсионных фондах, в банках, например, тоже такой возможности нет. И на сегодняшний день несколько украинских банков предлагают долгосрочные пенсионные накопительные депозитные продукты своим клиентам. То есть, когда человек платит постоянно, либо у него, его карточного счета зарплатного, каждый месяц снимается определенная сумма денег на его пенсионный личный фонд в этом банке, то эту опцию нельзя купить нигде, только в лайфовой страховой компании ее можно купить. Освобождение от оплаты страховых премий. Если с нашим клиентом происходит вот такая беда, которая произошла с этой девушкой в инвалидном кресле, тогда компания освобождает этого клиента от оплаты страховых премий. Клиент больше по накопительной программе не платит. Компания берет на себя эту ответственность. И по окончании срока действия договора компания выплачивает эти деньги, которые запланировал накопить наш клиент, то есть гарантированную страховую сумму, и все виды доходов, которые компания смогла и успела сформировать для нашего клиента. Это очень важный момент. Если у нашего клиента грамотно подобранная была программа, у него были зашиты все риски, потому что освобождение же по любой причине, то есть человек может после инсульта в таком состоянии оказаться, после инфаркта, либо после онкологического заболевания. И если у него в рисковой части есть все риски, которые могут потом, если не дай бог они произойдут, то компания заплатит деньги на лечение, на восстановление, программа накопительная продолжает свое действие, клиент не платит больше за программу, и по окончании срока действия договора он получит то, что он запланировал получить, если бы он был здоров, если бы он платил сам эту программу, оплачивал. Это уникальная опция, она есть только в лайтах страховых компаний, еще раз повторюсь, и не во всех страховых компаниях эта опция присутствует, и не во всех страховых компаниях по любой причине. В некоторых компаниях она присутствует, и только в результате несчастного случая, если наш клиент... И в результате несчастного случая, и в результате несчастного случая, и в результате несчастного случая,